Добрый день, дорогие друзья! Вместе мы села, вместе мы обязательно победим. Держите нос по ветру, сохраняйте оптимизм. Будьте здоровы, успешны, все получится. Мы не шатаем опоры режима, мы лишь фиксируем то, как они уже сами по себе расшатаны. Это просто феерия. Вы уже наверняка видели мой ролик по теме конфликта между СОБРом и ОМОНом. Это потрясающе. Это две элитные части правоохранительных органов. Люди, которые задержат, должны проводить задержание особо опасных преступников. Дерутся друг с другом, выясняют отношения, чинят друг другу разного рода препятствия. В случае какого-то конфликта, как они будут нас защищать, как они будут с преступностью бороться, как они будут спасать Владимира Владимирова. Вот продолжается история с похищением судьи, так называемым. Замначальник МВД Чеченской Республики по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров передал адвокатам Заримы Мусаевой якобы написанное ей само заявление, что она имеет возможность воспользоваться услугами защитника Александра Немова и в услугах других адвокатов не нуждается. К самой Зариме адвокатов не пустили. Видимо, скоро представят заявление, что ей понравилось в теплом СИЗО, и она добровольно решила там остаться на пару лет. Вот что думают судьи нашей необъятной родины? В любой момент к ним приедет какой-нибудь человек Кадырова, другого царька, у нас же их много, главы госкорпораций Сечиной, Миллеры, всякие там олигархи Потанины и Дерипаски, просто крупные воротилы. Например, там, министр Хуснулин, это же лицо всей строительной мафии России, мимо которого проплывают десятки миллиардов долларов ежемесячно. У них влияние потрясающее. Они все имеют свой силовой ресурс. Опять же, кто-то дружит с ФСБшниками, кто-то дружит с ФСОшниками, кто-то дружит с внешней разведкой, кто-то дружит с армией, кто-то дружит с СОБРом, кто-то дружит с ОМОНом, кто-то дружит с... Короче говоря, у нас вся страна разделена на кланчики. И когда эти кланчики начинают воевать, защиты нет ни у кого. Реально, защиты нет ни у кого. Мы в режиме феодальной раздробленности, а что это такое? Это когда ты рыцарь, барон или герцог, очень серьезная фигура в своих владениях, но как только ты оказался на чужой территории, а ты в любой момент можешь перейти черту незримую, и тут же с тобой расправиться очень жестоко. То есть судья из чужого клана может в любой момент быть арестована представителями другого клана или руководством другого региона или людьми другого олигарха. Судья! Семья судьи Верховного Суда! Представители СОБРа против представителей ОМОНа! Судом удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего Раменского городского прокурора стоимостью 749 млн. рублей. Маленький подмосковный городок Раменское 750 млн. рублей. Один простой прокурор. Симновский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Тамбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли. В суде установлено, что Тамбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество. С целью сокрытия объектов недвижимости он оформил их на номинальных лиц. Согласно решению суда, в доход РФ обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки 749 млн. рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Да, круто, круто, замечательно, очень интересно, что у нас прокуроров арестовывают, очень хорошо. Надеюсь, что это не попытка разобраться, поквитаться с конкурентом. Надеюсь, что это реально нашли преступника, наказали его по всей строгости закона и вот теперь-то на наших улицах будет спокойнее. Одним злоумышленникам меньше. А вот теперь для сравнения. Вторая история про дворец, так называемый дворец Путина в Геленджике. Телеграм-канал «Больше чем факт» приводит фотографию. Три человека на ней. Отставной чекист, то есть ФСБшник Сергей Гужелев, директор фирмы «Бином», которая формально владеет дворцом в Геленджике, вместе с женой и сыном отмечают свое назначение в мажордомы. То есть отмечают то, что они теперь будут заниматься вот этим так называемым путинским дворцом. За «Биномом» вроде как стоит Аркадий Ротенберг, однако, как мы выяснили, регистратор у фирмы тот же, что у компании не Ротенберга, а Юрия Ковальчука, включая национальную медиагруппу, совет директоров которой возглавляет Алина Кабаева. ООО «ЦУР». Если это совпадение, то не единственное. Аудитор у «Бинома» с Ковальчуком, включая его «Прайм», которому принадлежит половина госрезиденции Путина на Валдае, тоже общий. ООО «Аудиторская фирма Марка». Да что Ковальчук? Те же регистратор и аудитор, что и у дворца, и еще у фирмы «Номэка», совладельцем которой стала старшая дочь Путина Мария Воронцова. Такой вот независимый аудит. Еще раз. Вокруг одного человека, ну, не какая-то великая, значимая фигура, отставной ФСБшник Сергей Гужелев. И вокруг него внезапно оказывается вот этот дворец, по мнению оппозиции путинский, по моему мнению путинский, по мнению провластных деятелей, никакой не путинский. Но вокруг этого дворца его номинальный владелец фирмы «Беном» уже засветились и Ротенберг, другой путинский друг Ковальчуки, ну, их там двое, ну, короче, Юрий Ковальчук, Ротенберг и Ковальчуки, дочка Путина Мария Воронцова, Алина Кабаева. Ребята, вот как бы вот прокурора в Подмосковье задержать, который приобрел имущество и не смог доказать, откуда оно взялось, на 749 миллионов рублей. Это наша правоохранительная система может. А по поводу вот этой вот собственности, как этот чекист Сергей Гужелев смог приобрести вот эти хоромы. Кто-нибудь может эту проверочку сделать? Опять же, все силовики, судейский корпус, все адекватные люди в нашей стране прекрасно понимают, что законность у нас на одном из самых последних мест, что у нас закон действует не для всех. Правильные люди под законные нормы не попадают от слова совсем. Как эти люди, как настоящие честные силовики воспринимают вот эту всю непроглядную коррупцию и главное, беззаконие. Следующая история. В ЧК УГПУ пишет санкционная подоплека американского ответа на российские требования. Имеется в виду переговоры Россия-НАТО. Представители США передали России письменный ответ на предложение Москвы по европейской безопасности. Энтони Блинкин заявил, что содержание документа не разглашается для сохранения пространства для конфиденциальных переговоров. Очевидность, что сильнейший инструмент мягкой силы, имеющийся в арсенале США и их союзников, это экономические санкции. И готовность действовать в координации с союзниками это самый важный итог эскалации конфликта на границе с Украиной. США, Евросоюз и Британия еще никогда не были так близки к единому санкционному режиму. Это может нанести действительно серьезный урон нынешнему российскому режиму. Но есть и другая сторона медали. Дело в том, что о санкциях за нарушение прав человека или за отравление Навального теперь нет и речи. Есть четкая парадигма. Санкции последуют только, если РФ начнет активные боевые действия против Украины. Получается, что зарубежные активы российских олигархов сейчас защищены как никогда. Для их полной сохранности достаточно не начинать войну. Это гениально. Спасибо Вачка УГПУ за эту очень своевременную мысль. Еще раз. Все вот эти вот военные учения, передвижение и переброска войск, бряться неоружием, нагнетание истерии в СМИ, Мария Захарова, Владимир Рудольфович, Дмитрий Батькович Киселев, в общем, все эти люди устроили спектакль. У нас стал резко дешеветь рубль. У нас продолжился обвал фондовой биржи. Акции серьезно подешевели. Начинают подрастать цены в магазинах быстрее, чем раньше. Короче, простые люди уже терпят убытки. Все люди, которых заманила реклама играть на акциях, инвестировать. Все люди, которые получают зарплату в рублях, а им периодически нужны доллары, чтобы, например, поехать за границу или чего-то. Короче говоря, простые люди терпят убытки. И даже олигархи потерпели убытки. Олигархи на падение акций тоже потеряли капитал. Но! В конце концов, они получили мощнейшую защиту. Если раньше санкции могли ввести и обещали ввести, вы отравили Навального, вы его незаконно посадили и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла или там еще за что-нибудь. Теперь на Западе это никого не колышет от слова совсем. Все, про Навального на Западе забыли. И этот повод для санкций, в конкретном случае Навальный, он уже ушел в прошлое. И олигархи могут чувствовать себя абсолютно спокойно. То есть, если еще месяц назад кто-то мог поставить вопрос, вот вы, там какой-нибудь гражданин Дерипаска, были против Навального, поэтому вот вам санкции. Все, про Навального забыли. Теперь крупнейшие российские капиталовладельцы Ротенберги, Ковальчуки, все, кого связывают с Путиным, они все могут чувствовать себя абсолютно уверены. То есть, вся эта история, вся эта эпопея ни на какую военную безопасность России особо никак не повлияла. Людям на Донбассе лучше житься не стало. А вот олигархи могут чувствовать свою полную безопасность. Красота. Лавров, наш министр иностранных дел, делает заявление. Донбасс это внутриукраинский вопрос. Финит а-ля комедия. Донбасс это внутриукраинский вопрос. Внутреннее дело Украины. То есть, мы вмешиваться не будем. Мы не собираемся Донбасс к себе присоединять. Мы ничего не собираемся. Донбасс это дело чисто украинцам. А Украиной руководит кто? Правильно, Киев. Вот как после этого жители Луганской и Донецка могут доверять Единой России, голосовать за Единую Россию, голосовать за Путина и его холуев? Это вообще абсурд. Возглавивший правящую партию Нур-Атан президент Такаев в Казахстане заявил, что к концу года вернется к вопросу о целесообразности своего дальнейшего председательства в ней. Председательства в ней. Президент должен дистанцироваться от партий. По его словам, Нур-Атан нужна кардинальная перестройка. И я вновь должен признать, что товарищ Такаев говорит крайне правильные слова. Опять же, пока что непонятно, будет он что-то делать или это просто красивые рекламные высказывания. В плане национализации природных ресурсов уже понятно, что он ее проводить не собирается, а значит, главными держателями казахских ресурсов будет не казахский народ, а иностранные корпорации. Шеллы, Шевроны, Эксенмобилы и так далее. Но вот эти вещи, многие вещи, о том, что надо не мигрантов завозить, а развивать казахов, давать им образование, повышать заработную плату для жителей страны, о том, что надо больше налогов собирать с богатейших людей, или вот о том, что вот эти гигантские партии, как Нур-Атан в Казахстане или как Единая Россия у нас, президент не должен быть с ними связан, он должен быть дистанцирован, равноудален от них. А у нас что? Единая Россия, партия Путина. Путин в открытую их поддерживает. И, конечно, если бы у нас президент заявил вот то же самое, президент должен дистанцироваться от партий, и Единой России нужна кардинальная перестройка, просто были бы аплодисменты, Путин на это не способен. Лукашенко тоже, наш геополитический успех, наш главный союзник, мы живем в союзном государстве. Мало того, что там Таджикистан и Киргизия устраивают перестрелки, так вот еще Лукашенко нам подарочки преподносят. Усатый гражданин призвал белорусов защитить свою независимость, поскольку второго шанса создать свое государство не будет. Вам это перевести на русский язык? Что значит свое государство? Если обсуждается вопрос объединения России и Белоруссии, создание единого государства, единого одного государства, центром которого станет, конечно же, Москва, это уже не будет государство белорусов, свое государство. Это будет единое большое государство. Лукашенко призвал защитить свою независимость. Фактически он говорит, давайте-ка мы не будем к Путину-то лезть слишком быстро. Путину он говорит, да, Владимир Владимирович, давайте нам денежек, там еще пару миллиардов подкиньте, а мы будем объединяться. А потом возвращается в Белоруссию и говорит, не-не-не, нафиг, это наше государство второго шанса у нас не будет. Вот это путинские союзники. Лукашенко заявил, что если народ примет соответствующее решение, он идет на покой. Он уже сделал свое дело. Интересно, какое дело сделал Лукашенко. Следующее заявление Лаврова, нашего министра иностранных дел. На мягкую силу нужно выделять существенно больше ресурсов, чем это сейчас делается. Наше министерство активно добивается разработки соответствующих решений правительством, добивается систематизации деятельности государства на этом направлении примерно так, как это делают ведущие западные страны. Перевожу на русский язык. Как Маргарита Симоньян с мужем своим, как его там, Бабаян или нет, не Бабаян. Напишите в комментариях, как зовут мужа Симоньян, этот оголтелый тоже, Кринжинян его зовут в интернете. От слова Кринж, что значит стыдоба и Кринжинян. Короче говоря, помните, они делали один из самых провальных, бессмысленных и худших фильмов вообще в истории Крымский мост. Вот они будут делать больше таких фильмов. Это типа мягкая сила. Russia Today получит больше денег на пропаганду, больше будет подкупленных продажных блогеров в интернете, на ютубе, в телеграме, на фейсбуке, в твиттере, на Яндекс.Дзене, вконтакте. Больше будет каких-нибудь подачек не детям Костромы или Воронежа, а детям Таджикистана, Азербайджана, Турции, африканским детям. Еще раз, адекватный человек понимает, что если бы у России была мощная экономика, если бы мы производили качественные автомобили, компьютеры, мобильные телефоны, фильмы, давали высококлассное образование, производили программное обеспечение, у нас бы хотя бы были хорошие курорты, дороги, то мы были бы привлекательным местом. Все соседние регионы начали бы к нам съезжаться. Они бы захотели с нами соединяться. Учить русский язык стало бы престижнее. Кириллица сохраняла бы и укрепляла бы свои позиции на всем постсоветском пространстве и даже шире. Русский язык бы учили не только какие-нибудь эстонцы и латыши. Русский язык учили бы все скандинавы, учила бы вся Монголия. Не китайский язык, а русский язык. Корейцы, японцы ориентировались бы не на Китай или Америку, а на нас, на Россию. Вот наша главная мягкая сила. Покажите, что вы можете развивать свою страну, экономику, промышленность. Почему люди едут в Гарвард учиться? В Оксфорд учиться. Потому что выпускники Гарварда и Оксфорда самые высокооплачиваемые в мире. Они делают бизнес, они делают политику, они делают кино, они делают все, что хотят. Зачем ехать учиться в МГУ? Что делают выпускники МГУ? Становятся помощниками, консультантами для выпускников Гарварда, Еля и Оксфорда. Вот в чем разница. Сильная экономика дает опору для хорошей, эффективной, мягкой силы. А вы будете сливать деньги в унитаз на ваши коррупционные якобы СМИ, которые абсолютно бестолковы. Вот они, столпы путинского режима. Союзники типа Лукашенко, который сосет из нас ресурсы. Царки местные, которые начинают грызться между собой. Силовые структуры, судейский корпус, где тоже все далеко не гладко. Конфликт СОБРа с ОМОНом очень ярко это показывает. Система идет в разнос. Учитывая, что экономический обвал на самом деле только начался, перспективы очень серьезные. Ситуация будет усугубляться. Ближайшие 2-3 года будут крайне тяжелыми годами в плане социально-экономической ситуации. Поэтому, друзья, держитесь за свои рабочие места. Ищите возможности для развития. Даже в кризис бывают некоторые возможности, но для большинства конечно это будут тяжелые годы, тяжелые времена. Поэтому я вас призываю объединяться для защиты своих прав и в том числе трудовых прав и интересов, чтобы над вами не издевались капиталисты-начальники. Объединяйтесь для защиты своих детей в родительские комитеты. Объединяйтесь для защиты от чиновников в организации местного самоуправления. Объединяйтесь домами, чтобы отстаивать понижение платы за ЖКХ. Объединяйтесь с друзьями, соседями, единомышленниками, чтобы, может быть, по оптовым ценам закупаться продуктами питания проще выживать в этот кризис. Мне хочется верить и надеяться, что тяжело будет не только простым людям, но и элитке. Я верю, что мы выйдем из этого кризиса уже другой страной, уже обновленной, России без Путина, а России без Единой России. Вместе мы сила, вместе мы победим. Даешь сильную, независимую, богатую страну, нашу Родину. Это то, какой она должна быть. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok